Армения и США проведут совместные учения Eagle Partner 2023. Они пройдут с 11 по 20 сентября в рамках программы для партнеров НАТО. Министерство обороны Армении заявило, что учения нужны для отработки тактик международных миротворческих миссий и проверки готовности армии Армении к проведению совместных спецопераций с войсками НАТО. Как именно будет проходить совместная боевая подготовка и какие именно войска и военачальники будут принимать в них участие, неизвестно. Ни Армения, ни США не раскрыли этих деталей. В январе этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от совместных учений ОДКБ. Он назвал их нецелесообразными из-за того, что российские миротворцы не смогли выполнить свои обязательства по контролю за Лачинским коридором, что привело к гуманитарной катастрофе. 3 сентября Пашинян заявил, что полная зависимость от России в сфере безопасности была стратегической ошибкой Армении. Премьер страны считает, что скоро Россия может покинуть Южный Кавказ из-за снизившегося влияния. В Кремле это отрицают, но новостями из Армении обеспокоены. Так это вызывает настороженность, такие новости, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. А тем временем российский МИД потребовал от Армении объяснений после ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда. Об этом заявила представительница ведомства Мария Захарова. Это именно тот суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина. По словам Захаровой, исходя из ответа, Москва будет определяться со своими дальнейшими шагами. Ранее, по данным армянской службы радиосвобода, стало известно, что впервые с начала войны страна отправила гуманитарную помощь Украине. О каком именно Грузии идет речь и какая организация ее направила, официальная информация пока не поступала. Также, по словам источников, издание супруга премьер-министра Армении сегодня примет участие в открытии третьего саммита первых леди-инжентльменов в Киеве. Его проведут по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Имена гостей мероприятий и их количество в целях безопасности организаторы не раскрывают. По данным украинских СМИ, мероприятия планируют посетить жены президентов Сербии и Литвы, а также мужья лидеров Словении и Словакии. Саммит будет посвящен обсуждению вопросов ментального здоровья. Для этого британская компания Alligator Solutions провела соответствующие социологические исследования в 11 странах мира.